шалом дорогие друзья мы находимся в аэропорту и наверное как вы уже смогли догадаться мы сегодня будем играть за пилота на серии gta-multiplayer.ru рассмотрим эту очень крутую работу которую лично я за два с половиной года опыта игры на сам серверах ни разу не встречал я имею ввиду на роллплей серверах это настолько доверительное отношение к игрокам когда им дают просто огромнейшие самолеты на которых можно разбомбить подышку или мэрию в один заход где тусуются ног людей и просто всех нахрен угробить а здесь все это доверительно то есть он дают самолет и обычно их разбивают либо в аэропорту либо в лес в лесу на в полях не знаю в море из-за кривожопости игроков но и так мы выбираем рейс посмотрим какие здесь рейсы присутствуют всего есть какие вижу 7 рейсов разных мы полетим на пассажирском потому что пассажирские это самое интересное и скорее всего полетим в улсвентурос так как лусандос мне не очень нравится летать да и в улсвентурос намного ближе итак рейс 314 выбрали снять сняли 10 тысяч за страховку и будем надеяться что эти деньги окупятся то есть самолетными разобьем а сейчас нам предстоит пробежка до самолета у меня установлен очень интересный худ для краски пилотов которые можете найти спокойно форме этого проекта в чем он заключается этот худ дает вам ощущение дополнительное ощущение которое будет получать дополнительное удовольствие которое будет получать от игры пилотом на катамультиплеер точка ру сейчас вы сами его увидите худ очень крутой изначально он конечно делался для истребителей но использовать его можно здесь очень спокойно то есть можно сказать по второму назначению здесь как мы видим нам уже два работника наземных служб везут багаж загружают его а мы тем временем сейчас сядем в самолет вот так бруталенько пройдем как самые настоящие пилоты в черных очках перед этим одевать черные очки садимся в самолет так отключаем радио все завели двигатели пристегнули ремни и сразу активируем ход вот такой вот интересный ход как вы можете наблюдать можно сказать так чит-кода ход на клавиатуре на английскими буквами разумеется итак лететь мы будем разумеется нормально очень многие летают как попало то есть взлетают даже дисплассы взлетают просто взяли и взлетели садятся так же как-то криво неумело не знаю зачем это все делать мы будем взлетать и садиться и лететь как самые настоящие пилоты после взлета наверно отключим чат ну как я вижу здесь больше пилотом никто не работает поэтому для координации наших действий рация не потребуется поэтому прямо сейчас отключаем чат правда из-за того что отключился радар мне будет трудно сориентироваться поэтому придется все таки иногда включать но постараемся лететь чисто на своей силе то есть на своей ориентации так очень громко пожалуй не буду включать этот режим будем лететь так на посадке правда придется включить потому что без него очень трудно садиться и очень большая вероятность переземлиться просто напросто криво сразу скажу что лететь мы будем по моему маршрут не знаю как летают другие но мне этот маршрут больше нравится так как он сделан ну как сделан он выполняется по маршрут по линиям которые между собой не пересекаются лететь очень удобно сейчас мы из-за облаков проседает фпс сейчас мы направляемся к океану и там совершим разворот к взлета посадочной полосе города вас вентурас так аккуратно будем заворачивать это избавит нас от необходимости совершать крутые маневры где-то на лесополосе ред каунте так сейчас не должны дать вот пожалуйста мне так 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 аккуратно заворачиваем сбавляем скорость все все мы идем чисто гладкую идем на посадку это мне кажется наилучший маршрут который может только быть из полета из сан-фьерро вас вентурас итак аккуратно будем садиться и сейчас переключаемся в этот режим очень под крутым углом мы к сожалению садимся это не совсем правильно но да к счастью все прошло нормально все прошло более чем гладко то есть мы очень красиво сюда завернули на большой скорости но к счастью сумели избавить потому что я уже предполагал что мы сейчас едем в забор и серия мягко говоря как я обещал вначале не удастся то есть нормально слетать туда обратно нормально пролететь маршрут но все обошлось мы просто идеально приземлились и сейчас будем заворачивать на стоянку где нужно будет подождать минуту до разгрузки самолета так не очень красиво здесь проехали что касается моих любимых аэропортов мне нравится больше всего сан-фьер по одной очень очень-очень веской причине в освентурасе и в сан-фьеро взлетно-посадочные полосы может быть они нормальные но они очень короткие выглядят из-за того что по бокам и там и там препятствия кое-какие есть и заборы то есть приходится садиться уже можно сказать ближе к четверти из-за этого очень мало времени на то чтобы затормозить нормально затормозить что касается аэропорта сан-фьер там просто идеальная взлетно-посадочная полоса причем с обеих сторон и правда садиться там нужно только с одной стороны иначе с другой у вас большие шансы улететь куда-нибудь в порт подбить там себя так как там все таки не очень удачное положение там по сути садиться и не нужно вы просто идеально садитесь из залива на полосу и у вас очень много времени чтобы затормозить и нормально вырулить с полосы честно я очень не разбираюсь в всех понятиях поэтому просто вырулить с полосы скажу так взлетать я буду я так уже понял с середины в целом мне этого хватит слишком за рулем кажется сделать задний ход полет из восемь туреса в сан-фьерро наверное длится секунд 40 если не быстрее просто потому что мы сейчас сразу взлетим и нам нужно сделать только маленький поворот а там уже через несколько секунд будет на посадочная полоса вот такой спокойный простой маневр наберем высоту чтобы было более реалистично что касается заработной платы то она здесь просто шикарная хоть и большой значимости для сервера эта работа не несет но для интереса и для того чтобы быстро очень быстро зарабатывать деньги это просто идеальная работа если у вас руки растут из правильного места кстати мы видим уже взлет с посадочной полосой сейчас покажу что садится здесь реально очень удобно вот мы видим залив видим полосу и мне кажется она даже длиннее других полос могло ошибаться конечно и спокойно садимся то есть нам вообще ничего не мешает совершить спокойную посадку и даже вырулить нужно вместе то есть уже скорость под 40 сбавлены можем спокойно заруливать вот так зарплата здесь насколько я знаю полторы тысячи на пассажирских рейсах в час можно совершать по по 4-5 рейсов спокойно может быть даже больше если у вас нормальные руки и вы умеете летать без каких-либо косяков так что в час это полноценная зарплата какой-либо организации так я вижу здесь кто-то полетел в Лусантос наверное стоит включить чат пилот-стажер меня поприветствовал сменилась погода к счастью мы успели вовремя доехать здесь лежу поворачивать уже с трудом мы стали к счастью мы успели совершить рейс второй раз совершать я уже не буду так как погода поменялась и я думаю вы поняли что играть здесь интересно за пилота и как за парамедика если кто не смотрел серию про парамедика то смотрим мою первую серию первую сплей на сервере на этом сервере gtomysvr.ru поприветствуем наверное этого джейсона карте карте джейсон карте так ждем 30 секунд пока мы будем считать что у нас разгружают он нас еще раз поприветствовал вот с такими людьми приятно иметь дело особенно когда можно даже подыгрывать РП на какой-то обычной работе можно сказать ой рация здесь очень кстати ну у меня не случалось еще ни разу что я взлетал в другие самолеты но у нас все таки помогает и так мы окупились и заработали полторы тысячи долларов посмотрю навыки свои у меня уже 7 успешных рейсов я здесь не так часто летаю у кого-то их там уже за 200 просто уважение таким людям которые отдали много времени и мало того что очень хорошо заработали и теперь они будут зарабатывать там по 7 не знаю сколько там стоят рейсы так снимем очки но с прокачанными навыками навыками рейсов стоят очень приличных денег ибо за час можете зарабатывать как во фракции на нормальной должности за 3-4 часа так что бесспорно смысл качаться тут очень большой есть а вот он как раз и залетает очень красиво и смотрится очень очень красиво я правда не знаю как он приземлился мне кажется приземлялся вообще своему базу это его право ну что же если вам понравилось это видео то ставим лайк и подписываемся на канал Mr.K и ждем следующего видео всем пока субтитры сделал DimaTorzok и